МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости. 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Высотки из мусора. Проблема с мусорными горами будет очень скоро решена. Экологичный продукт по низким ценам. В Гумбетовском районе прошла республиканская сельскохозяйственная ярмарка. Символ женственности и скромности. Сегодня Всемирный день хиджаба. Какое значение имеет поток в мусульманской культуре? Смотрите через несколько минут. Последний месяц Махачкала и Каспец буквально утопали в мусорных свалках, которые только росли и разлетались. Экология грозила серьезной опасность. Если бы решением этой проблемы не занялись вплотную. Хамзанар Магомедов подробнее. Это место нельзя назвать полигоном отходов. Это настоящая мусорная свалка. Отходы здесь не утилизируют. Они обреченно гниют и воняют. И все это в окрестностях столицы республики. Пункт вывоза махачкалинского мусора находится совсем рядом с селением Параул. Непрерывно грузовые машины заводят сюда отходы. Мусорная свалка постепенно превращается в мусорный лес. Коллапс с бытовыми отходами остается одной из самых острых проблем нового года. Проблема неуборки мусорных баков связана с нехваткой специализированной техники и рабочей силы в Махачкале. Руководство региона вплотную занялось решением этой проблемы. Заключено соглашение о сотрудничестве с российским экологическим оператором. Надеемся, что первые пять комплексных проектов по обработке должны будут возникнуть на территории республики. В рамках договоренности создадут инфраструктуру, а также разработают программу, которая позволит комплексу устранять твердые коммунальные отходы. Для начала планируется определить места для вывоза твердых бытовых отходов с территории городов. Создать компанию, то бишь регионального оператора, скорее всего на базе этих муниципальных организаций, которые сегодня занимаются сбором и вывозом отходов, что в свою очередь приведет к созданию уже устойчивой схемы по всей республике, позволяющей нам правильно обращаться с твердыми коммунальными отходами, то бишь очищать города, те участки дорог, которые сегодня тоже, к сожалению, к величайшему, недолжным образом выглядят, и привести в соответствие в течение ближайшего полугодия ситуацию нормального роста. Предприятие, которое занималось вывозом мусора, полностью не справилось с объемами отходов. Сейчас определены два региональных оператора – Махачкала-1 и Горсервис, которые будут убирать мусор. Более глобальные действия предполагают строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов. Отобраны земельные участки в городе Дербенте, а также Буйнакском, Кизлярском, Хасавертовском и других районах республики. С 1 февраля социальные пособия в России вырастут почти на 5%. Рост социальных выплат коснется инвалидов, ветеранов боевых действий, подвергшихся радиации людей, героев Советского Союза и России, героев труда, а также граждан, пострадавших на производстве. Кроме того, проиндексированы будут и детские пособия, в том числе единовременное при рождении ребенка, ежемесячное по уходу за ребенком и единовременное пособие женщинам, которые встали на учет в медорганизациях на ранних сроках беременности. Инфляция в Дагестане в декабре выросла до 7,3%. С августа этот показатель стал самым высоким. Об этом сообщает дагестанское отделение Центрального банка. Цены выросли на продовольственные товары. Например, яйца подорожали почти на 20%. А также рост цен наблюдается на всю плодоовочную продукцию – картофель, лук, морковь. Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали строительные материалы, медикаменты и табачные изделия. Цены также поднялись на услуги в сфере туризма и пассажирского транспорта. Повышение, по данным отделения Национального банка Республики, прежде всего связано со снижением урожая отдельных сельхозкультур как в регионе, так и по стране в целом. Кроме того, на ускорение роста цен оказало влияние ослабление рубля. Однако рост потребительских цен будет замедляться. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в этом году снизится до 4%. А вот продукты по низким ценам для жителей и гостей Гумбетовского района представили Минсельхоз Дагестана и администрация района. В селе Нижний Инхо прошла республиканская сельскохозяйственная ярмарка Дары Гумбета. Торговые ряды и национальные подворья с традиционной кухней и изделиями народных промыслов мог посетить любой желающий. На площадках ярмарки побывала и наш корреспондент Лариана Шамкалаева. Танцами, песнями и костюмированными выступлениями встретили гостей в Нижнем Инхо. Главная задумка организаторов – это не просто продемонстрировать особенности национального быта, а помочь аграриям Гумбета в реализации продуктов питания. По словам главы Ахаджимурата Магомедова, сельчане честным и нелегким трудом в условиях сурового климата возделывают землю, выращивают скот и тем самым пополняют продуктовую корзину россиян экопродукцией. Горцы давно взяли курс на импортозамещение. Наша задача, чтобы для тех людей, которые продукцию делают, чтобы легко могли реализовывать, не надо было никуда выезжать. Ярмарка будет уже традиционная по сезонам. Овощи, сухофрукты, орехи, мед, сыр – все можно было попробовать, выбрать и купить. По цене значительно ниже рыночной. На сельскохозяйственной ярмарке гостей обязательно кормят. Голодным не останется никто. Вот здесь готовят интересное национальное блюдо. Расскажите, что это за блюдо? Это блюдо по-нашему называется мух, но по-русскому оно будет называться состав из злаков. Суп из злаков. А мясо какое используется? Мясо мы сушеное. У нас в горах суши мясо. Добавляем разные злаки. Например, тут курица, кукуруза – это наша горная кукуруза. Еще фасоль из наших высоких гор. Действительно, какой же суп, плов или хинкал без мяса? А ведь в горах скот растет гораздо лучше, а питается чище, отмечают в Министерстве сельского хозяйства. Во всероссийском конкурсе «Вкусы России» дагестанская баранина заняла первое место. И мы пришли увидеть тех, кто создает вот эту самую славу дагестанской агропродукцией. Выигрывает тот, кто покупает качественную продукцию из рук производителя. Проведение сельхозярмарок в горах важно не только для реализации местной продукции, но и для сохранения национальной культуры и ремесла. В подворьях ярмарки можно было увидеть процесс изготовления предметов быта, в том числе болхарских кувшинов, ботлихских бурок, гацетлинского серебра и унцукульских изделий из дерева. Мы уже берем мельхиор. Раньше, конечно, наши дети забивали серебро, а сейчас забивается мельхиор. Вот череный воск, она как смазка действует, на глаз. Ставим пластинку мельхиору, режем и точный, малоточный удар. Вот. Каждая полоска и каждый удар делаются ручной на глаз. Потом все полируется, красится натуральной бандой и морилкой. И вот в конце законченный вариант, вот так она будет выглядеть. О перерывах между покупками гости ярмарки, как завороженные, наблюдали за выступлением ансамбля «Пехлеван». Следующую такую ярмарку село, расположенное у берегов реки Андийская Койсу, планируют провести уже летом. Чтобы оправдать название «Страна солнца», так именуют Гумбетовский район в народе. «Мой платок. Моя история» мероприятие с таким названием прошло в Дербенте. Праздник был приурочен ко Всемирному дню хиджаба, инициатором которого выступил отдел просвещения Прямуфтияти совместно с администрацией города. В рамках мероприятия прошла демонстрация образов горянки, а также мастер-класс по завязыванию платка. Организаторы мероприятия хотели показать, что исламская мода может сочетать в себе одновременно и современные тенденции. И традиции предков. Всемирный день хиджаба – это символ женского благочестия и добропорядочности. Этот праздник учрежден в 2013 году и объявлен как День женственности и скромности. Почему женщины во все времена покрывали голову платком и какое значение он имеет в мусульманской культуре, расскажет Зумруд Гамидова. С точки зрения мусульман хиджаб – это признак чистоты женщины, которая не желает выставлять на показ свою красоту, скрывая ее от глаз посторонних мужчин. Мадина носит его с 14 лет. Девушка признается – хиджаб заставил ее почувствовать себя более скромной и защищенной. Хиджаб дает девушке женственность, она защищает ее. Это придает скромность девушке. Так считает и ученица женского центра «Гидояд». И вообще считает девушка хиджаб довольно удобен. Перед выходом из дома не нужно соображать, что же сегодня надеть и нет нужды тратить время на укладку. Очень комфортно носить хиджаб. Я чувствую себя защищенной от всего. Мне комфортно в нем, неудобно. Но от посторонних взглядов лишнее внимание к себе не идет. И даже когда на улицу выходишь, ты можешь просто накинуть на себя поток и выйти. Ты не заморачиваешься на своих волос. Надо утюжку сделать, кодры сделать. Лишнее время не идет. В одном из махачкалинских ателье ежедневно шьют более 500 таких хиджабов. Здесь выполняют любые заказы, но есть и оригинальная специализация – мусульманская одежда. Швеи шьют хиджабы с разными узорами разных форм и цветов. Традиция покрытия волос платками среди женщин характерна не только для обществ арабского мира. К примеру, косынка являлась испокон веков национальным элементом женской одежды дагестанок. В культуре одежды горянок всегда присутствовал платок. Издревле наши женщины, всегда наши бабушки, прабабушки, они носили хиджаб, они надевали платок. Платок олицетворял вообще женщину-горянку без платка. Ее вообще никак не могли представить. И сколько бы ни было национальности у нас в Дагестане, в каждой национальности есть традиционный свой хиджаб, традиционный свой костюм, который покрывает все части тела, кроме лица и кисти рук. Мне кажется, что хиджаб – это не только внешнее проявление женщины. Хиджаб – это в первую очередь, он должен быть внутри. Хиджаб для женщин – это как лакмусовая бумага. То, что внутри у женщины, то и наружи. В День хиджаба в Дагестане специализированные магазины женской одежды проводят различные конкурсы по завязыванию платков. В учебных заведениях проходят беседы на тему происхождения исламского головного убора. Акция по случаю Всемирного дня хиджаба проходит ежегодно и в соцсетях. Интернет-пользователям предлагает сфотографироваться и выложить в сети свое фото в мусульманском одеянии. Ношение хиджаба – это обязанность мусульманки. Однако целью его является не просто покрытие определенных частей тела. Хиджаб несет в себе более глубокий смысл. А День хиджаба призван подчеркнуть, что мусульманское одеяние является требованием веры, и миллионы женщин-мусульманок выбирают его добровольно в знак покорности Всевышнему. В Махачкале проходит Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Министерство по национальной политике и делам религии Дагестана планирует ряд мероприятий, в том числе организация посещения студентами культурных сооружений Махачкалы. Круглые столы с участием представителей традиционных конфессий. Проповеди на тему гармонизации межконфессиональных отношений. Неделя была утверждена в 2010 году на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Массовые межконфессиональные мероприятия проводятся в первую неделю февраля каждого года. Основная цель недели гармоничных межконфессиональных отношений это чтобы в течение недели все религиозные лидеры, конфессиональное движение и просто люди могли использовать храмы, церкви, мечети, синагоги и другие молитвенные дома для того, чтобы говорить о любви к Всевышнему Творцу и о любви к ближнему. Сотрудники Муфтията Дагестана посетили исторический музей «Россия. Моя история». Ознакомительная экскурсия была проведена по инициативе директора комплекса Тимура Велиханова. Гостям рассказали про природные памятники нашей республики, про культуру и традиции народов Дагестана. Показали старинные рукописи. Напомним, что ранее руководство музея предложило Муфтию республике подписать соглашение, в рамках которого будут реализованы совместные мероприятия. Направлены они будут в первую очередь на повышение уровня образования в республике и на популяризацию истории. И о спорте. Призером Кубка России стала наша команда лучников-колясочников. На проходящих в Орле соревнованиях, благодаря стараниям воспитанников спортивной школы по адаптивным видам спорта Минспорта Дагестана, сборная заняла второе командное место. В дисциплине «Микс» смешанной команды представительница Республиканской детско-юношеской спортшколы Миноборнауки Дагестана Бариат Мерзалиева и Магомед Магомедов заняли третье место. Спортсмены с повреждением опорно-двигательного аппарата на Кубке страны выполнили норматив мастера спорта России. Среди них лучники Магомед Магомедов, Мухтар Кумаев и Анжела Султанова. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.